Всем привет, с вами Хитоку. Пока загнивающий запад загнивает, наша держава продолжает уверенно вставать с колен. Теперь за игру в Pokemon Go можно сесть на парочку-другую лет. Недавно вышел телевизионный сюжет, в котором ведущий рассказывает о новом явлении покемании и о казусах, связанных с покемонами в целом, как например прыжки из окон или суициды из-за карточек. Короче, все как всегда, но привлекло мое внимание совсем другое. Внимание! Если человек будет рыскать со смартфоном по чужой квартире, ему грозит штраф 40 тысяч рублей. Срыв процесса выборов обеспечит штраф до 80 тысяч. При ловле покемонов на границах стран придется заплатить 200 тысяч и приготовиться съесть на 2 года. Наконец, особо тяжким преступлением признана игра в Pokemon Go в храмах и других священных местах. Штраф в полляма и за решетку на 3 года. Духовненько, ничего не скажешь. Раися наша, как всегда. Игра еще даже не вышла, а господа сверху уже думают, как будут выкачивать еще больше денег из своих граждан. И неудивительно, ведь о том, чтобы узнать, каким хайпом в интернетах обзавелась игра, далеко идти не надо. Сейчас на слуху только две темы. Покемоны и Яровая. Но вы вдумаетесь в масштаб. Штрафа за ПДД даже с угрозой жизни и то ниже. Игра у нас явно не вызовет такого ажиотажа, которое она вызвала в США, и не будет у нас настолько массовых орд игроков. Да и к тому же, если говорить о храмах, то можно было обойти спусканием орд вижачих ПГМнутых персонажей. Но что касается священных мест, то скажу так, я как атеист совсем не обязан знать все так называемые священные места. Я не обязан знать и тем более серьезно относиться к вашим богам и бояться их наказаний. Я как человек адекватный, ясное дело, не буду вламываться в чужие квартиры, и я не буду играть в покемонов на похоронах, на выборах, в зданиях с охраной и во всяких хзб, храмах и прочих местах, которые даже для посещения не предназначены. Тем не менее, я более чем уверен, что эта тема со штрафами работать явно не будет. Никто не будет сутками стоять в храмах и ловить за руку каждого проходящего с телефоном в руках, но до границы страны еще дойти надо. И я не думаю, что найдутся такие идиоты, которые незаконно пересекут границу, увлекшись игрой. Но что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментарии, а у меня на этом все. Успехов вам и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok